Вокзалы и пересадочные узлы всегда были и остаются одним из наиболее уязвимых мест городской инфраструктуры. Большой поток людей и транспорта затрудняют выявление злоумышленников и поиск взрывных устройств. Именно поэтому учения на привокзальной площади Воденцова проводятся достаточно часто. Сотрудники ПАТП, в данном случае водитель и кондуктор, вовремя обнаружили подозрительный предмет в салоне и сообщили о нем. Отличительной особенностью тренировки было то, что вся информация на этот раз шла через телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. И здесь возник ряд вопросов. Дежурный оперативный ДДС, оповещая силовые структуры, не до конца объясняет, где произошла чрезвычайная ситуация. И если бы в данном случае сотрудник пожарной охраны не переспросил, он бы поехал на вызов на предприятие, а не на привокзальную площадь. Вторая проблема выяснилась в ходе этой тренировки. Как оповестить водителей, которые не находятся сейчас в транспортных средствах, чтобы они убрали свои машины. Впрочем, учения для того и нужны, чтобы существующие проблемы выявлять и решать. Время прибытия тревожных служб, как обычно, особых нареканий не вызвало. Автобус, насколько позволяли условия, отделили от остального транспорта. Кинолог обследовал салон и сам подозрительный предмет. Поведение собаки успокоило и подтвердило – тревога ложная. По сравнению с прошедшей тренировкой, немножко все равно помедленнее, чем хотелось бы увидеть действия сотрудников полиции. Но все-таки она завершилась успешно. Среди вопросов, которые еще предстоит отрабатывать, задача эвакуации оказавшегося поблизости от опасного места автотранспорта и улучшение межведомственного взаимодействия. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...